Молодой герой нашей истории думал, что можно верить только в то, что чувствуешь, видишь и слышишь. Влекомый мощным зовом своих инстинктов, он не мог не последовать за ними тогда, и ему и в душу не пришло бы назвать это слепым повиновением. В тот период, в 20 лет, у него наконец-то появился друг, гитарист, знавший рок-музыку чрезвычайно глубоко, так что двум приятелям всегда было о чем поговорить. И беседы те были теплыми и задушевными. И в один прекрасный момент произошла откровенная дискуссия, в которой юноше было сказано, что есть единый Бог. Он существовал, и начало это определяло всю последовательность событий во Вселенной. Скажу вам, друзья, поверьте, ни от какого другого человека наш скептически настроенный юноша не принял бы такого утверждения. Он бы презрительно отверг и высмеял бы такие речи. Но случилось чудо, непонятно как, в той теплой душевной атмосфере, с единственным понимавшим его другом, юноша почувствовал, что ему не хочется окружать себя непроницаемыми стенами скептицизма и заглушать шум внешнего мира. У гитариста, кстати, тогда был сильный жизненный кризис. Его давнишняя близкая подруга его бросила ради другого мужчины. Так что ему пришлось вспомнить о вечном. В тот жизненный момент герой нашего повествования официально поменял свое имя и фамилию. Так что теперь мы можем с полным правом называть его Тимиастор. Старый мир Тимы рухнул, обратившись прахом. Отсознание божественного присутствия ворвалось в его уютный внутренний мир с такой остротой, что он не мог более сомневаться в разумной природе Вселенной. В ее глубинной логике, скрытой от глаз обывателей. Его мощное ощущение внутренней гармонии, которое было с ним с раннего детства, подсказывало ему, что никаких сомнений быть не может. Интуиция Тимы ярко вспыхнула, и он узрел вселенские законы, определяющие все причинно-следственные цепочки событий во Вселенной, во Вселенной и в его собственной жизни. Все вдруг стало предельно ясно, до холодка, до жути. Тонкие причинно-следственные связи. Он увидел все так четко, каким образом дисгармония, невоздержанность и глубинная эмоциональная агрессия людей разрушала их собственные жизни и подталкивала человечество к точке невозврата. Как все события в наших жизнях взаимосвязаны. В тот жизненный момент Тимины чувства застыли, и он прошел через то, что ныне принято называть депрессией. Но с одной оговоркой, а именно, он видел светоч, за которым надо идти, и знал, что однажды в его эмоции вернуться. Да еще как! Да, старый мир юноши рухнул, а новый был еще в зародыше, толком не оформившийся. Ему только предстояло приобрести четкую форму и стать благодатным и крепким. А пока небесный суд додела, Тимиастер просто существовал, не жил, а существовал, с каждодневной тупой болью и ощущением бессмысленности и безысходности. Однако же все равно он старался быть с людьми обходительным и не вымещать на них свой негатив. Но его прежняя яркая улыбка исчезла, замаринованная и подставленная в подпол до лучших времен. Он открыл свое сердце Библии и другой духовной литературе. Начался медленный процесс исцеления души. Через пару лет Тима встретил самую большую любовь в своей жизни на тот момент. Та девушка была близкой подругой его лучшего друга. Она вскоре рассталась с другом Тимой и уехала в другой город. Девушка не полюбила Тимиастера. В конечном итоге вышла скорее наоборот, он стал ей неприятен. Но она сыграла важную роль в судьбе Тимы. Она пробудила в нем инстинктивный импульс стать более достойным девушке. А это повлекло за собой важнейшее решение. Начать сеансы сведения татуировки. Сначала электрокоагулятором, затем лазером. Одна, две, три, четыре операции. И еще, и еще, и еще. Он не возражал против боли, ибо знал, что ради благого дела. При этом, однако, он никогда не испытывал ненависти к своей татуировке или к прежнему жизненному выбору. Он знал, нельзя ненавидеть свое прошлое. Иначе у тебя не будет будущего. Когда разразился мировой финансовый кризис, и у родителей Тимиастера кончились деньги, у него по-прежнему оставалось много неудаленной краски под кожей. Отчаянно, не желая стоять на месте, он взял электродрель и специальной абразивной насадкой обработал себе лоб. Было диво, как весело. Сперва ведь надо самому вколоть местное обезболивающее. Было много крови. Но улучшение получилось почти незаметным. Так что после парочки таких кустарных операций он отобросил. Как-то он раздобыл сумму, достаточную для одного сеанса в довольно дорогой клинике косметической хирургии. Не в самой дорогой, какие бывают только в Москве и Питере, но и не в домашней лазерной самоделке, каких множества в Томске. Зачастую это два в одном. Татуировщик часто работает и сведенщиком заодно, получая двойную прибыль. Очень удобно. Эффект был заметен, но был небольшим. Вот воистину бесконечная история. Приключения по сведению татуировки. Настал 2016 год. От первоначальной яркости татуировки оставалось около 20%. Тимины чувства, наконец-то, полностью оттаяли. На это потребовалось 14 долгих лет терпения, молитвы, дисциплины, прощения и периодического воздержания. Уверенность в себе и широченная улыбка вернулись из-под пола обратно наверх. Тима не имел злобы на бездушных людей, которым было плевать на все его усилия по исправлению ошибок. Он не презирал низкоразвитых, осыпавших его оскорблениями при виде его длинных волос, бороды или бантаны. И даже тех, кто искал его побить, он не презирал. Потому что теперь он любил не на словах, а воистину на уровне глубинных эмоций, привычек и рефлексов. Всех людей без исключения. Он начал снова слушать музыку своей юности с полной самоотдачей. «Трава снова позеленела прежней зелёностью», как говорят по-английски. И всё стало по-прежнему. Только теперь добавилась одна важная деталь. Невероятно стабильная, прекрасная, заслуженная, лёгкая и изящная ощущение в глубинах души Дениастера. «Любовь» — связь с тем, кто всегда на связи. Я по-прежнему считаю, что свободная любовь играет важнейшую роль, как вы можете видеть из моих пьес. Но для меня понятие «свободная любовь» стало означать «любовь свободная от злоупотребления». Свободная, то есть непорабощенная развратом. Хотя у меня сильное малокровие, слабая печень и по-прежнему около 15% татуировки остаётся, у меня при этом здоровая душа. И немногие могут этим похвастать в наше время всеобщей развращённости, духовного и физического недомогания, невежества, культов агрессии, денег, общественного положения, а также вездесущей чёрствости, мертводушия. Я не лишён пороков, разумеется. Всегда есть куда расти. Но Питер Пен моей юности обогатил своё мировоззрение. И хотя я снова начал летать, нынче я летаю не так легкомысленно, как прежде. Я обращаю внимание на знаки дорожного движения. Трудно объяснить, каково это. Полнится высочайшей тонкой энергией. Сложно объяснить это тому, кто никогда этого не испытывал. Я скажу так. Это не физическая категория. Это абсолютно иная разновидность существования. Под грохот краха нашей эпохи, Под её последние мучительные корчи, Я пожелаю вам всем доброго здоровья, Душевного здоровья. Надеюсь, увидится с вами в следующей серии. Назовём её, пожалуй, Человечество-перезагрузка. Как вам, а? Помню, на BBC я читал статейку Жизненную историю девушки, Которая густо покрывала себя татуировками, Но в какой-то момент решила, Что может обратить процесс. И начала удалять рисунки лазером. Дело было в Лондоне. У неё ещё была тема тату Стихотворения «Инвиктус» По латыни «Непобеждённый», Среди прочего. Передайте ей привет от меня. Я всех вас ощущаю как близких, Как братьев и сестёр. Есть мы едины с вами. Так я воспринимаю даже и вас, Мои недоброжелатели. Субтитры создавал DimaTorzok